Тацумаки просит Сайтаму обнять ее, появление сверхзвукового Соника, а также его противника Собакена, который его и победил. А еще Мурато раскрыл секрет Тацумаки, о котором многие фанаты ломали свои головы, не могли понять всю правду, но благодаря этой главе все наконец-то раскрылось. А еще Милая Маска стал свидетелем битвы Сайтамы против Тацумаки. Восхищаетесь крутыми артами от Мурата? Хочу познакомить вас с человеком, который также очень классно рисует. И вот его арты! Если хотите увидеть еще больше, ссылка на его вконтакте будет в описании под видео. Обязательно переходите. Всем привет, друзья! Это обзор 226 главы манги One Punch Man. Прошу понять меня и простить за мое долгое отсутствие. В последнее время дела у меня не очень, и лишь благодаря спонсору этого видео, мне удалось вернуться на ютуб и запилить данное видео. И хочу выразить ему отдельная благодарность. Батлборг! Огромное тебе спасибо за поддержку канала. Если вы тоже хотите поддержать меня донатом, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. В данный момент для меня очень важна ваша поддержка. И я искренне всем вам благодарен за это. Что ж, не буду вас томить, давайте перейдем к обзору. Итак, на обложке новой главы нас встречает Соник. Можно сказать, главный герой этой главы. Ибо с его последнего появления в манге прошло несколько лет. И вот, наконец-то мы его встретили. На первой странице мы видим милую маску, мимо которого только что пролетели Сайтамы с Татсумаки. Да, он узнал их и стал свидетелем их битвы. Конечно, он понятия не имеет, что там происходит. Но думаю, в будущем он не раз задаст им этот вопрос. Но об этом попозже. Тут Сайтама опично приземляется на здание после удара Татсумаки. И осмотревшись, он понимает, что они забрались очень далеко. И кричит ей. «Слышь, ты куда нас унесла? Давай обратно!» Услышав эти слова, Татсумаки спускается к нему и встает так, будто ждет, что он ее обнимет. И крепко схватив, унесет обратно, как было в первый раз. Лысик просто пялится на нее и не понимает, чего она хочет. Он подумал, что она успокоилась и спокойно говорил, в какой, по его мнению, стороне находится штаб героев. А Татсумаки, так и не дождавшись обнимашек от Сайтамы, Татсумаки очень сильно разозлилась и, впечатав лысину Сайтамы в пол, потащила его в сторону штаба, говоря, что он вообще-то находится в другой стороне. Вот же хитрый лис этот Мурата. Смотрите, что он творит. Я ведь говорил вам, что в последующих главах Мурата будет впихивать все эти романтические намеки. Вот о чем я говорил. Дальше только больше. Там еще нас и Фубуки ждет, так что, думаю, это только начало. Учитывая, что она в буквальном смысле преследует Сайтаму. Избежать романтики между ней и Сайтамой не выйдет. Но против ли мы этого? Конечно, нет. А щиперы вовсе стали самыми счастливыми людьми на свете. Ладно, пока Татсумаки тащит Сайтаму, неожиданно появляется какой-то персонаж, который следует за ними. И наша Лоли Злюка предполагает, что это либо монстр, либо герой. Учитывая, что он бежит с такой скоростью. И это, конечно же, сверхзвуковой СОНИК! Персонаж, которого мы все ждали на протяжении многого времени. И вот он. Соник безумно рад тому, что встретил Сайтаму. Даже не пришлось долго искать, ибо его тут по всей округе раскидывают. Он не понимает, что между ними происходит. Но как бы то ни было, он не намерен упустить возможность победить своего злейшего врага. Итак, первая атака СОНИКа – взрывные самонаводящиеся сюрикены. Он бросает их в сторону Татсумаки и Сайтамы, заявляя, что это не простые, а молниеносные сюрикены. И ему от них не убежать. Да, они реально быстрые, но для Татсумаки это сущий пустяк. Поэтому она хватает их своей эсперской силой и бросает обратно отправителю. Кажется, Соник вот-вот подорвется. Но нет, он сразу замечает свои сюрикены и моментально начинает от них уклоняться. Учитывая, что они самонаводящиеся, еще и Татсумаки ими управляет и прямо бросает в Соника. Удивительно наблюдать, как он с легкостью уворачивается от сюрикенов. Затем против Соника встает еще один его противник. И это... Да, самая обычная собачка, которая неудачно нагадила. И, конечно, Соник наступил туда и споткнулся. Благодаря чему и подорвался на своих же сюрикенах. Не бойтесь, он жив. Да настолько, что на весь город проклинал Сайтаму. Увидим ли мы Соника в следующих главах? Не знаю. Учитывая, что этот персонаж появляется очень редко. И в этом, кстати, и заключается весь его прикол. Это такой злодей, который вечно будет бегать за Сайтама и пытаться его победить. И, конечно, у него ничего не получается. Вот такой комедийный персонаж. Созданный, чтобы мы улыбнулись при каждом его появлении. И это работает. Сайтама замечает штаб героев. И с легкостью встает на ноги. Подождите. А зачем он дал Тацумаки тащить себя лицом об пол все это время? Неужели он не мог выбраться раньше? Конечно мог. Просто он решил, раз уж в прошлый раз он прокатил Тацумаки, то пусть на этот раз она делает, что хочет. Так это еще и выглядит, будто она поправила Сайтаму и указала ему верный путь. Да, выглядит это так себе, но для самого Сайтамы это пустяк. И все атаки Тацу он не воспринимает всерьез. Так что именно поэтому он и ждал, пока они дойдут до штаба. А почему Сайтама хотел вернуться обратно к штабу ассоциации? Да потому что она создана там, где вокруг нет ни единой души. А своей битвой они дошли до города, тем самым подвергнув жителей опасности. А тут Тацумаки может буянить сколько ей угодно. Что Сайтама и говорит. Она застеснялась, покраснела и очень обрадовалась тому, что может использовать еще больше своей силы против него. Также она слегка разозлилась и начала говорить, что вообще-то это она его проверяет. И что ему не сдобровать, если она использует свою силу на всю катушку. Сайтама встав на пофигистическую позу, сказал начать уже действовать. Увидев его руку в кармане, я подумал, что он там забыл, или что он пытается достать оттуда. А может он просто решил почесать, почесаться. На самом деле он показывает, что он на чиле и на расслабоне. И что бы она ни сделала, ему наплевать. Такое поведение Сайтамы очень сильно понравилось Тацумаки. Она будто прям влюбилась в него. Такой взгляд, такая улыбка. Ну понятно же, что Сайтама ей понравился. Ладно, конечно, все не так однозначно. Она действительно очень рада Сайтаме. Потому что он для нее скорее как игрушка, которая не ломается, сколько бы ты ее не бросал и не пытался разбить. Признайтесь, вы ведь тоже любили пытаться сломать то, что очень сложно ломается. Например, в моем детстве это были маленькие и очень крепкие стеклянные баночки, которые было очень сложно разбить. Так вот, я думаю, что для Тацумаки Сайтама тоже подобие баночки, которая не разбивается. И ей с ним очень весело. Наверное, звучит так себе. Но в действительности так и есть. Да, мы можем романтизировать и фантазировать, и в этом нет ничего плохого. Ведь Мурата с Ваном рисуют подобные моменты именно ради этого. Чтобы мы с вами додумывали и представляли, а что если это так, и все сложится вот так. Хотя в итоге все окажется совсем по-другому. Но это и не важно. Важно, что фан-база будет жить и продвигать их творчество. Что и происходит по сей день. Не секрет, что фан-база Ван Панчмана огромна. И альтернативные сюжеты, и фан-арты по этому аниме действительно поражают. Вернемся к манге. Далее, после стычки Сайтама и Тацумаки, нас перемещают в подземный бункер штаба героев. Откуда они и улетели. Здесь все еще остались герои. В том числе и группировка Фубуки, которая распалась после ее ухода. Точнее, в прошлой главе она сама лично сказала, что группы больше нет. И вот некоторые члены группировки снимают себя костюмой, и посылая все к черту, начинают уходить. А некоторые не согласны с этим, и решают все же поддержать Фубуки, и следовать за ней что бы то ни стало. И то, что группировка Метель распалась, их вина, потому что они были слабаками. И вот один из них позвал с собой тех, кто готов стать сильнее и следовать за Фубуки, которая уже давно выбралась наружу. И была в шоке от увиденного. Это была сила ее старшей сестры. Огромная торнадо Тацумаки. Она начала кричать, что это уже перебор, и не стоит заходить так далеко. Но что бы она ни сказала, уже поздно. Они пролетели мимо нее обратно в сторону штаба, где как раз таки находится наш Кинг, который пришел к Сайтаме, чтобы вместе поиграть в игры. Вот же черт, лучше бы я не приходил. Как мне теперь домой идти, если все лифты не работают? Еще и Сайтамы нет дома. Где тебя черти носят в такие моменты? И тут влетает Сайтаму и как ни в чем не бывало, здоровается с Кингом. Он догадался, что он пришел поиграть с ним, но сказал, что пока занят той девкой, которой зовут Тацумаки. Кинг такой спрашивает у него, ты про ужасную торнадо что ли? Сайтама говорит, что ему пора, и что они чуть попозже поиграют. Но тут появляется Тацумаки. Кинг в шоке и не понимает, что происходит. Она влетела в Сайтаму, но тот увернулся и быстро улетел оттуда, пока она не уничтожила дом или не поранила Кинга. Который, кстати, очень подробно видел, как она летела будто в замедленной съемке. Она влетела в стену и быстро улетела за Сайтамой. Так раскрылся секрет Тацумаки, о котором знают лишь истинные фанаты Ван Панчмана. А что это за секрет, думаю, все вы знаете. Что ж, друзья, на этом новая 226 глава завершается. Итак, что мы сегодня увидели. Милая маска стал свидетелем битвы Сайтамы против Тацумаки. Также он в очередной раз убедился в силе Сайтамы. Возвращение Соника. Этому камбэку я был безумно рад. Всегда приятно и смешно видит этот дуэль. Хотя на этот раз он вмешался в битву Сайтаму с Тацумаки, и сейчас это скорее был тройничок. Ведь теперь он атаковал не только Сайтаму, но и Тацумаки в том числе. Ах да, не стоит забывать о про Хаттика, который дождался момента, чтобы испортить появление Соника. Ха-ха! Секрет Тацумаки раскрыт. Группировка Метель, скорее всего, вновь воссоединится. И мы обязательно должны увидеть это в следующих главах. А также наш Кинг, который стал свидетелем истории с Тацумаки. Напишите свое мнение об этой главе. Будет интересно читать ваши комментарии. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо всем за поддержку. Ну а с вами был Аниманка. Всем пока!